Когда читать, Псалтирь ему дашь, посчитать. Всё. Вот пришла к нам Гликерия сегодня, ты хорошо молись так, слушай, о чём мы молимся. Ты нам нужна, чтобы твою молитву Господь услышал о нас, грешных. Боже, милостиво, будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчастовец и грешил Господи, прости меня, грешный, помилуй. Достойная всякого истину, блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего. Счастнейшую, Херувима и славнейшую, воистину, Серафим. Безысление Бога, Слово, Родшую, Сущую, Богородицу, Тебя, величай. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскреса измертвы, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причистой Твоей, Матери, силы щаснага желтворящего Креста, святых ангелам наших родителей. И всех ради святых. Помилуй и спаси нас, я по благе си человек полюбец. Аминь. Божьей милостью, будь мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчисло я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яка не кори же благое сотворих пред Тобою. Но избави меня от лукавой, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу, стамо недостойно восхвалю имя Твое, Святой Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пристно и во веки веков. Аминь. Царю Небесной, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись, овны, и очистины от всяких скверных. Спаси, блажь и души наши. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый и крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, достичится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем вожняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. О, ставши от сна, припадемте блажь, и ангельскую песню пьемте сильные. Свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвигнуйся, Господи, умой, просвечи сердце. И уснем, и отверзивая, иже петьте, Святая Троица. Свят, 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 если Божия, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и вовеки веков, аминь, внезапно судья приидет, и кое-гожь до деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божий, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна во сна, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко мне горает Твоя благость и долготерпение. Не прогрелся на меня лениво и грешно, не погубил меня со беззакониями моими. Но человеколюбцово, если обычное внечание, лежащее гвоздиками, если твое жеутрие эти слова слойте державу Твою, и ныне, Владыка, просветимые и очень мысленные. Отверзи мои уста, поучайте со славистьем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, Христу, Цареве Богу нашему. Приидите, поклонимся и приподем к самому Господу Иисусу Христу. Цареве и Богу нашему. Псалтыч. Закладку. 89. Посмотри, где тут красная сейчас работа. Отсюда. Псалам 89. Объявляй. Псалам 89. Господи, Ты нам прибежище в рот и рот, Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю вселенную, и от века и до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление, говоришь, Возвратите, сыны человеческие, Ибо перед очами Твоима тысяча лет, как один день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, а не как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей, мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наших, как звук. Дней лет наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего, научи нас так считать дни наши, счастливать дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, в милосердие над рабами Твоими. Рано, насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, которые Ты поражал нас, залетав которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших поспешествуй нам, в деле рук наших поспешествуй, живы под кровом Всевышнего, живущий под кровом Всевышнего, под синюю всемогущую покоится. Говорит Господу, приберище мое, и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сеги ловца, от гибельной язвы. Первыми своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, считай ограждение истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящей днем, язвы, ходящей во мраке, зараза, пустошающей полдень. Падут подли тебе тысяча, и десять тысяч отесную тебя, но к тебе не приблизиться. Только смотреть будешь очами твоими, и видеть возмездия нечестивым. Ибо ты сказал, Господь упований мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключиться тебе злое язвы не приблизиться к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедует о тебе, охраняя тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не прикнешься о камень ногой твоею. На спида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби избавлю его и прославлю его. Долготой дней насыщу его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Моли-то Господу Иисусу Христу. Многомилостиве и всемилостиве Бог мой, и Господь Иисус Христос по Своей многой любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, но более делом. Ей многие в щедротах неизречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет, и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчающихся, то веруй, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело оправдывающих меня. Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня. Да я ведь причастникам славы Твоей вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что торг меня от Твоих рук и ограды, но или хочу, спаси меня или не хочу. Христос, мой Спаситель, поспеши скорее, скорее погиб я, Ты Бог мой, отчрева матери моей. Сподобие, Господи, возлюбите Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех. И чтоб снова потрудиться для Тебя без лени, усердно, как прежде потрудился сатане прельщающему, особенно ж потружусь для Тебя, Господа и Бога моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, и в веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не остави меня грешным и не вступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепкую несчастную упустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, святые Ангели Божии, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни, и если я чем согрешил пришедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом и молись за меня к Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе Своем и сделал меня рабом достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного и нечистого, несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, удали все скверные лукавые хольные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного у мамы его, и погаси пламя моих страстей, ибо я убог и несчастен, избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освобоги меня от всяких злодеяния, ибо Тебя благословляют все роды, и причистое имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир Роман, в надежде Гликериево, и мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником-молитвником о душах наших. Благородица Дева, радуйся, обраданная Мария Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, якородилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила счастного, же творящего Креста, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа на сопротивные дары, и Твоя сохраняя Крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителей, сродников, благодетель, митрополита Иллариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антониев, священная Ирия, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Владимир, Максима, Диаконов Евгений, Александр, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, патриарха Кирилла, папа Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, и весь священничий, и иночевский чин, и высший и истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, да еще священникам, все угодно тебе, смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них, дабы знали они о них, что над ними ты есть царь, царей и Господь господствующих, и через них сотвори благое церкви твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, и даруй мир Израилю, на Россию, Украине, Сирии, где война идет, и научи нас, Господи, ценить это мирное время, Аллилуйя. Слава тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованное тобою, и для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас здесь, и селение наше, от пожара, от воров, от нечистой силы, и живущих там, Виктора, Андрея, Игоря, Игоря Серафимова, Алексея, Иосифа, Романа, Никиту, почти добрые жители с детьми, сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну Болящую, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмину, Нину, Алипину, и расширь пределы общей, найди новые души, побуди всех на благовестие. Господи, посети Болящих, фаррализованного Сергея, дай силы ему все перенести, и пошли им исцеление. Болящую Анастасию, Александру, Александру, Валентину, Валентину, Надежду, Надежду. Благодарю Тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо все свое время окажется на пользу по Твоему благоволению. Аллилуйя. Избави от пьянца Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Господи, найди все наше родство, обрати их и отростки их, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфунину, Ольгу, Елену, Татьяну, Марию, путешествующих райисов, и Льва. Найди отступников, Николая, Михаила, Александра, ты все их знаешь, не дай ему погибнуть в ожесточении сердца. И это наше сокровище, сайт-форум, все сохрани для пользы людей, трудящихся на них, Игорь, 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 отошедшая от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы, родителей, родников, многодетелей, всех православных христиан, и сотвори вечную память, вечный покой. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Его, а воочи. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, Аллилуйя. Слава Вышнему Богу, на земле мир, в человеках благоволение, Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание Суда Божия. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне Святую Библию, указав на толкование святых отцов, как на истину, Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой ангел. И за эту ночь, и за прошедшую жизнь, столько лет Ты хранил и защищал от опасностей видимых и невидимых. И только в вечности все откроется. Прошу Тебя, не покинясь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, претеща Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать, но прославлять Твое честное имя, явясь делам Твоим. Моли Бога о нас, Святитель Христов Никола, мир векийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Иерусей, Авраам Исаак и Иаков, да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не заставлено с неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными Илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, и архангелы, и хирургимы, и серафимы, и все небесные силы, и престолу Божию и предстоящие, и святые апостолы, и Петр, и Павел, и евангелисты, Матфея, Марк, Лука, и Иоанн, дадарует Господь жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликармс, Минский, Вестин, Философ, Космай, Дамьян, Андрей, Стратилат, Иерун, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим, Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, царь Николай, святая царская семейство, Владимир, Вадимир, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя, Антии Христа, Анфиму, Вениамину, дару и веру, и устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога, Анны, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Афанасий Великий, Ефрем Серин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Реденский, Степан Пермский, Серафим, Саровский, Ян Тобольский, Ян Крымштадский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, И все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, Да сохранит нас Господь в святой и православной вере, А замысла еретиков в ничто преврати и развей. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фехо первомущенца Фатина, Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь Софии, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария, Египетская, Прискила и Акила, Андроник, Июния, Киприяна, Устина, Да дарует Господь послушание, молчание, целомудрие, и стыдливости женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, исправ не покорилась Галина, семейство Евгения, Надежда, 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 Светлана, Мария, Раиса, Марина, Юлия, Елена, Людмила и Иоанна, И даруй добрую веру, благослови Самиру, будь милостью к нам, Владыка, Святой Истины, исправь путь наш, чтобы во всем была Твоя святая воля, и это чадо Гликерию, благослови его, родители его разуми, наставь на путь истину. Хвала Тебе, любящий наш Господь, помоги нам прожить этот день по Твоей защитой, по Твоему благоволению, по Слову Твоему Святому и Вечному. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Прошу Тебя, Господи, сохрани наш труд летний от недобрых людей и от зверей. Имя Твое Святое, да прославится и в этом деле, благослови всех наших помощников, помогающих нам в восстановлении села. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всемогущий, ибо нет иного Бога, который заботился бы о создании Своем, как Ты, Христе Боже наш. Прими, Господи, нашу молитву, воздьяния рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное пред престолом благодати Твоей, Господи, и соедини молитву нашу, с молитвой всех святых, молящихся на Тебе на небе и на земле. Услыши, Господи, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, и прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь! Доброе утро! Доброе утро! Сейчас буду читать Слово Божие, так что слушайте. Слово Божие, это Слово Божие, это Слово Божие, Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 1 по 5 стих. Истина, истина, говорю вам. Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцем. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Толкование блаженного фифилакта. Сначала он излагает отличительные свойства губителя. Он говорит, не входит дверью, то есть писаниями, ибо он не свидетельствуется ни писаниями, ни пророками. Писание поистине суть дверь, ибо мы через них приближаемся к Богу. Они не позволяют входить волкам, ибо отлучают еретиков, поставляя нас в безопасности и сообщая нам знания обо всем, о чем пожелаем. Итак, вор, тот, кто не входит через писание во двор овчий, чтобы заботиться об овцах, на восходе Индии, то есть сам себе прокладывая дорогу иную и необычайную, как, например, Февда и Иуда. Они пред предшествием Христовым обманули народ, погубили его и сами погибли. Деяние 5 глава, 36-37 стих. Таков будет и скверный Антихрист, ибо в них свидетельство не из Писаний. Намекает и на книжников, которые не выполняли ни одного слова из заповеди закона, а учили заповедям человеческим и преданиям. Прилично сказал, восходит. Это идет к вору, который перепрыгивает через ограду и делает все с опасностью. Это признаки разбойника. Вот и признаки пастыря. Пастырь входит через Писание, и предверник отворяет ему. Под предверником, разумей, пожалуй, и Моисея, ибо ему верены были слова Божии. Моисей отворил дверь Господу без сомнения тем, что говорил о нем. Сам Господь сказал, «Если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне». Ивангелие от Иоанна, 5 глава, 46 стих. «Или предверник есть Дух Святый, так как Писание, понимаемое при озарении от Духа Святого, указывает нам Христа, то справедливо Дух Святой предверник. Им, как Духом премудрости и знания, отворяется Писание, через которое Господь входит в попечение о нас и через которое Он оказывается пастырем. И овцы слушаются голоса пастыря. Фарисеи часто называли Господа обманщиком и доказывали это своим собственным неверием, говоря, «Неужели кто-нибудь из начальников уверовал в Него?» Ивангелие от Иоанна, 7 глава, 48 стих. Посему Господь показывает, что не Его нужно считать губителем за то, что они не веруют, а их нужно исключить из числа овец. «Я, — говорит, — вхожу дверью, очевидно, я поистине пастырь. Вы не последовали за Мною и тем показали о себе, что вы не овцы. Откуда же вы водят своих овец из среды неверных? Как, например, извел из среды иудеев слепца, который услышал его и узнал его. И идет перед овцами, хотя у телесных пастухов бывает наоборот, ибо они ходят позади овец. Сим показывает, что он всех приведет к истине, и учеников как овец посылают в середину волков. Матфея, 10 глава, 16 стих. Так подлинно пастырское служение Христа необычайно. За Христом и при жизни, и в особенности после смерти, ходил весь мир. Иван Гриотиана, 12 глава, 19 стих. Намекает ли на Антихриста, ибо и он немногих обольстит, а после своей погибели не будет иметь последователей. Слова не идут, показывает то, что по смерти обманщиков никто не будет внимать им или следовать. Итак, Писание, суть, дверь. Через эту дверь Господь выводит овец на пастбище. Какое же пастбище? Будущее наслаждение и успокоение, в которое Господь вводит нас. Если в иных местах Он и самого Себя называет дверью, всему не нужно дивиться. Ибо когда Он хочет изобразить свое попечение о нас, Он называет самого Себя пастырем. А когда хочет показать, что Он приводит к овцу, тогда называет самого Себя дверью. Подобно тому, как Он же в разных смыслах есть и овца, и пастырь. Еще по дверью, разумеется, слова Божественных Писаний. А Господь Сам есть и называется Слово. Следовательно, может быть назван и дверью. Комментарии Игнатия Лапкина. Почти для ста процентов православных Писания не является дверью, вводящей в Церковь и в Царство Божие. Кого не спроси из православных, как они пришли к Богу. Они будут рассказывать трогательные истории, переживания, но только не стих Библии, который коснулся их сердца. Абсолютный приговор православным. Они пришли не через Писание. Тогда остается вопрос, а куда же они пришли и где сегодня находятся? В Церковь приходят через Писание. Как в очах Божьих выглядит все то, что сегодня совершается в храмах, когда любой пришел-ушел, пришел-ушел. Можешь ходить целый год и даже двадцать лет в храм и не будешь знать толкования ни на одном месте Библии. Создана абсолютно новая небожья религия под именем православия, куда прием ее только за желание переступить церковный порог. О горе великое и горе бесконечное! Иеремия 2.13 Ибо два зла сделал народ мой. Меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Иеремия 17.13 Ты, Господи, надежда Израилева, все, оставляющие тебя, посрамятся. Отступающие от меня будут написаны на прахе, потому что оставили Господа, источник воды живой. А все, кто входит в церковь не по Писанию, есть подлые воры и разбойники. Иван Глятьяна, 10 глава, 1 стих. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инуди, тот вор и разбойник. Дверью, то есть Писаниями, Писание поистине суть дверь. Итак, Писание, суть дверь. Аминь. Аминь. Ну, слава Богу, занимайтесь сейчас своими делами. Я встал в 3 часа, мы встаем там в 4.40. Вот сейчас в 40, мне требовалось только почту разобрать. и сейчас я сажусь и продолжаю дальше. Надо сегодня отправить книги, вчера тут внуков позвонил, 30 томов, это много. И к истинному православию попросили, обязательно напишите, подпишите. Это новое, нынче какое-то Господь благословение дает, пишут, выходят от сектантов через наши ролики только, через то, что слышат здесь. Мы, говорит, вышли, а с нами еще 5 человек пришло. Господь открывает истину тут. Ну вот смотри, я маленько только покажу. Вот сегодня у меня что-то, вот кто-то просится в дружбу. Марфа Зайцева. Как я ее принимаю? Я сейчас ее вот, ну, по порядку как. Не просто принимаю, теперь смотрю, Марфа Зайцева. Так, не принять или принять, это я не решаю. Вот она, кто такая. Кто она? 28 лет. Анкета какая? Кто она такая? Образование, информация, ничего нету. Родилась и пусто. Вот всегда думаешь, ну почему? Сами себя страшатся. Или что? Друзья ноль, фото ноль, видео ноль, музыка ноль, и группы, игры, ничего нету. Ничего человеку нельзя сказать, и фотографии даже нету. Ну, как судить? Да может быть не может она, или как-то. Ну, никаких таких неприятностей тут у нее нету. Ну, я тогда делаю как? У меня на все есть уже материалы, которые писать не надо. Вот, допустим, наш сайт. Вот он, заходите на наш сайт. Вот он, мой мир, 21 тысяча наших фото, наших. Новый сайт, форум, 1602 темы, новое сообщение, наш видеоканал, здесь 8700 наш видеоролик. Ну, и дальше вот, просчитать местописание, какую роль он играет. Тормознуть, увидеть. Теперь, наши сокровища. На сайте есть насчитанная мною полная Библия, 12 томов святого Яна Златоуста, 12 книг жития святых, 5 книг добротолюбия, 4 книги отца Григория Диченко, Иоанна Кронштадтского, Игнатия Брещенинов, Ефрем Сирин, книга правил, Духовный святник, Архипелаг, ГУЛАГ, Масонство, Поэзия, Проповеди и другое. Здесь же 38 изданных нами книг, госфильмы с нашим участием и многое другое душеполезное. Видите как? Тут около 50 книг о Кауде. То есть, нашему сайту равных нету. У нас не то, что по полям бродить, одну песню петь целую, в фильм составлять, а ты встал ничего нет. Тут каждый ткнул так, а все это открывается. А я чтец крестовозвиженской общины. Наш сайт содержит 4278 ответов на различные вопросы, 3467 стихотворений моих, 1303 проповеди, произнесенных в храмах во время богослужения мои, ну это малая часть всего, 123 занятия на разные темы, 21000 фотографий. Сообщите всем, кому можете, о нашем сайте сокровища. Ну и далее местописание, у нас живой журнал есть, мой мир, одноклассники, Вконтакте, Facebook, Twitter, Google, там где, ну то есть у нас все практически есть. И вот огромные-огромные материалы темы. Наша вера православная, будь благовестник. Ага, я теперь так, Ctrl-A выделил, Ctrl-S скопировал и опять захожу. Кто она такая? Написать ей сообщение, принять дружбу, принять. Вот я теперь принять и теперь этой Марфе Зайцевой написать сообщение. Теперь Ctrl-V вставил, отправить. Интересно, одна в дружбу попросилась, я принял и я показал, она язычница оказалась. Как она поднялась, давай ругайся прямо, я сообщу в администрацию, вас закроют. За что? Она пришла ко мне в гости, я показал свое сокровище, я ж тебя не заставляю. Буйствовать начала, изо дня в день пришлось в черный список занести и убрать. Такая неспокойная оказалась женщина. Сейчас-то только пока начало уведомления. А что уведомления? Изучение Святой Библии в скайпе. Вот Андрею Александрову понравилось. А здесь что еще? Ну, всякие игры, то есть это глупости. Вот, смотреть. Это я вот сел попутно сказать, что у нас здесь. Я это показывать буду. Форум большой, вот он. Очень большой форум. Видите, как составлены до того умно. Я вот сравнивал с другими, лучше нашего форума нигде не видел. 1600 тем. Здесь и аудио, и видео, и по каждой теме. Когда заходит человек, там все видно. Что тебя интересует? Вот. Ну и видеоканал. Вот пока говорили, сейчас уже пришли двое еще комментариев. Вот я сходу открываю, ничего не делаю. Но я не знаю, что там. Поэтому, если там ругань, то я не виноват в этом. Что там? Очень плохо слышно, Игнатия Тихоновича. Тяжело слушать. Ну, вот, видишь, как. Тяжело слушать. Это что? Я вот так, ну, сейчас проверить. Ага. Полагать, дерзко так говорить, вот сектанты. Ну, я их понимаю, потому что я сам был таким, хотя, учитывая тот факт, что я членом секты никогда в жизни не был. Я просто был от такого мудрства, не уставания, что ли. То есть с такой точки зрения. Вот. Вы мне задали вопрос, я ответил. Я сегодня ролик выставил. И вот он отец. Да, я принимал славу, но теперь я полностью павославный. Ну, теперь, товарищ, что вы не успели? Действительно. Теперь, ну, как, у меня такое чувство, что, ну, ну, понимаете, что от меня совершенно это не зависит. Ну, может быть, надо было, я не сказал, что брать надо, наушники-то надевать, а там микрофон. Виноват. Ну, как-то слыша, не поймешь, как. Потому что у меня две записи идет, сразу с дублем идет. И, видимо, не досмотрел, виноват. вот, очень плохо слышно. Вот, плохо слышно. Вот, кто-то, Игорь Гарин, Гарина Н, 38 минут назад, 2 минуты назад. Ну, плохо слышно. Теперь уже ничего не сделаешь. ничего нельзя сделать. А что ты сделаешь-то? Дальше что? А, ну, это одно и то же. Вот. Это Надежда Васильевна, пользователь, пишет. Хорошее дело, конечно, но если бы на книге было написано, что это православие, тогда бы больше людей брали. А вот, это вот она раздает, сегодня у нас 29 октября 2017 года. Там мы находимся, город Барнаул, на площади Спартака, магазин. Вот видите как? Вот какие отзывы дают? Я сейчас прокомментирую. Это мне некогда обычно. Вера. Не веруйте в Евангелие. Вот смотрите. Хорошее дело, конечно, но вот если бы на книге было написано, что это православие, тогда бы больше люди брали. А так люди привыкли, что только баптисты раздают Евангелие. Я бы, скорее всего, тоже мимо прошла. А вот если бы увидела, что это православная литература, тогда бы взяла обязательно. взяла обязательно. Много решает восприятие или вывеску какую-то сделать, плакат о православии. Спаси Господи. Ну, давайте вот мы посмотрим. Они раздают вот это вот Евангелие. Ну, давайте вот. Ну, что? Сектанты это так будут издавать. Смотри. Святое Евангелие. Я не знаю, видно, нет? Да. Вот крест. Крест восьмиконечный. Ну, неужели это не говорят? Раздают эти Евангелия. Святое Благовестие. Что тут написано? Сибирская Благозвонница. Благозвонница. Москва. 2017 год. Дальше открываем. Считай. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла. Ну, какое еще что написать? Ну, по-моему, так понятно, что Кирилл это не Баптист. Я не знаю. Люди то ли не понимают, как напечатано, крупно, даем бесплатно. Это четверо Евангелия. И стих от стиха отделенный отдельно с каждой строки. Ну, вообще замечательное издание. И берут далеко не все. Вот тут написано вот это вот показать, что тут есть. Кто тут издавал. Какой тираж-то хоть показан, нет? Нету, да? Ну-ка, подожди-ка. Я вот сейчас гляну. У меня зрение ослабленное уже. Вот. Сейчас я посмотрю. Евангелие. Подписано. Тираж 150 тысяч. Адрес Москва, Никольская. Строение такой отдел оптовых продаж. Москва, улица Плеханова, дом 11, склад 28. Отпечатанность электронных носителей издательства. О-о-о-о, Тверской полиграфический комбинат. Тверть. Тверь. Проспект Ленина, дом 5. Телефоны, факсы. Ну, ничего тайного нету. Ну, как вот, мы даем... Я не знаю, это просто человек, который... Кто там? Анна Лама. Фамилия Лама там или... Не знаю я. Ну, вот она сделала такое замечание. Что ей отвечать? Я не знаю. Вот написано Святое Благовестие. По благословению Патриарха. Он живой еще. Не подделка же это. Синодальный перевод. Не знаю я. Вот такое... Говорят, то ли не знают они, то ли просто привыкли поучать, говорить, а до дела-то и не знают. Могли бы спросить, кто издал. Хорошо бы. Да, хорошо. Ну, видно, что человек ратует. Плохой это не сказал. А то за то, что раздаем, прям матерят, крещат и все. Вот так. Вот я утром стою и начинаю сразу... Вот какие тут... Что? Отзывы. Вот сегодня выставил я 10 роликов. 10. Вот я смотрю каждый раз. Вот на сколько слушать. Здесь час 30. Вот это первое изучение. Полтора часа. Еще 30 минут. Два часа. Еще 30. Два с половиной. Еще 40 минут. Три. Три. Еще 10. Три. Сорок восемьдесят. Опять. Четыре с половиной часа только слушать. Это только за один день. Я каждый день по 10 роликов из архива много поднимаю. Архив под номером уже 56 пошла. 57. У нас материал очень богатый. Ну, 8700 роликов наших. А много элитерема. Ну, Осипова 1600. Осипова. Так здесь и проповеди